Капитальное обновление. Впервые за 15 лет с начала работы газомоторной ТЭЦ в Анадре началась ее модернизация. Она позволит увеличить срок надежной эксплуатации станции следующие 15 лет. Репортаж Вероники Токмачевой. Инженеры скрупулезно изучают состояние каждой детали. На Анадрской газомоторной ТЭЦ впервые за 15 лет работы начался капитальный ремонт станции. Специалистам предстоит проанализировать состояние всех пяти газовых двигателей, определить износ оборудования и провести замену. Трудиться приходится в непростых условиях. Станция не останавливается ни на минуту. Машины ремонтируют поочередно. От сильного шума двигатели спасают специальные наушники. В данный момент сотрудники ремонт-сервиса проводят замер линейных размеров, биение коленвала. Также проводится замена коренных подшипников коленчатого вала. Далее планируем провести демонтаж головок и головок блока цилиндров, а также шатунов, подшипников и навесного оборудования. Анадрская газомоторная станция уникальна. Построенная в 2005 году, она была единственной такой в России. Спроектирована специально для работы на Крайнем Севере. Полностью автоматизированная, маневренная. Подобные станции обычно используют на нефтегазовых или горнодобывающих месторождениях. Анадрская обеспечивает потребности трех населенных пунктов. Столица Чукотки, села Твой Ваам и поселка Угольный Копе. Сейчас она работает в паре с основной Анадрской ТЭЦ, но летом, в период ремонта, полностью берет нагрузку по снабжению электроэнергии на себя. Пять газовых двигателей мощностью 18 мегаватт сейчас почти исчерпали свой ресурс. Как говорят подрядчики, после капитального обновления газомоторная станция будет готова к работе на следующие 15 лет. У нас стоит задача произвести ремонт пяти газопоршневых двигателей. То есть начали с 14 октября буквально. И плановая дата окончания – это конец февраля, начало марта следующего года. Объект очень масштабный и в такой комплектации, в такой компоновке, ну вот именно целого комплекса оборудования в едином здании их в России не так много. И в исполнении Катерпиллера таких больше не существует. Привести дорогостоящую модернизацию почти в 300 миллионов рублей удастся с помощью федеральной программы по снижению тарифов для дальневосточных промышленных потребителей до среднероссийского уровня. На Чукотке с 2017 года тарифы на электроэнергию удалось снизить в 3,5 раза, до 4 рублей за киловатт-час. За счет надбавки для других регионов дальневосточники смогли получить средства на важнейшие энергетические проекты. Это глобальные инвестиции в энергетику с других территорий. Мы привлекаем большие средства, сотни миллионов рублей, расходуем их здесь и укрепляем свой энергетический фундамент на территории. Благодаря этой надбавке многое получилось сделать. И нашим совместным действием с чукотским правительством за эти три года. И мы надеемся, что мы в этой же конфигурации продолжим следующие 10 лет, потому что ожидаем, что надбавка будет продлена. Компания Чукотэнерго сейчас активно работает над повышением надежности и экономичности энергопредприятий. В следующем году на основной анадорской ТЭЦ планируется перевести на газ второй котел и завершить газификацию станции. Вместе с газомоторной ТЭЦ они обеспечат работу анадорского энергоузла. Если программа выравнивания энерготарифов продолжится, можно будет начать с работы по замене кабельных сетей, которые здесь проложены под землей. Чукотка – особая территория. Огромная, по площади больше Франция, с крайне низкой плотностью населения, всего около 50 тысяч человек и суровым климатом. Энергетическое хозяйство здесь обходится очень дорого, но от его надежности зависит жизнь на этой земле. Поэтому работать здесь привыкли на перспективу. Проекты по модернизации станции позволят обеспечить запас прочности всей энергосистемы анадорского узла. Вероника Токмачева, Александр Кузьминов, Служба информации. Редактор субтитров А.Семкин